Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание их работ по книге великие музеи мира. Ганс Бальдунг, две ведьмы, 1523 год, дерево масла, 65 на 43. О Гансе Бальдунге известно немного. В отличие от своих художников-современников, он происходит из гуманистически образованной семьи, не связанной с ремесленными кругами. Будучи учеником Альберихта Дюрера, Грин много впитывал из его мировоззрения и творческой манеры. В работах художника светские сюжеты, гуманистические аллегории и сцены из античной мифологии занимают куда более значительное место, чем религиозная живопись. Особый интерес к мастеру возник на рубеже 19-20 веков. Своеобразный демонизм его искусства привлекал символистов, ведь стиль Грина необычайно эмоционален и оригинален по колористическому решению. Тема ведьм стихийного начала в природе человека появилась у художника еще в 1510 году. Именно тогда было создано его первое подобное произведение в длинном ряду гравюр картины рисунков. Две обнаженные женские фигуры олицетворяют собой необузданную силу матери природы. Вера в ведовство было особенно распространено на юге Германии, в Эльзасе, где работал Грин. В 1487 году опубликовали знаменитый трактат «Молот ведьм», написанный монахами-доминиканцами. Шпренгером и инститаристом, последовавшая за этим охота на «Ведьм» залило кровью города Европы. Ну, вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе «Две ведьмы» автора Ганс Бальдунг Грин. 1523 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok